Масленичная неделя в самом разгаре. В городском округе проходят мастер-классы по приготовлению блинов, а творческие коллективы радуют новыми концертными программами. Воспитанники Дворца детского творчества подготовили театрализованное представление «Широкая Масленица». На праздники побывали и мы. Эй, гармонист, давай наяри, мы радульная, нагласистая, эй, масленица свероссийская. К масленичным гуляниям коллективы Дворца детского творчества готовились несколько недель. Прежде всего репетировали и шили костюмы. Очень тщательно мы подходили ко всем аспектам вот этого вот праздника, потому что здесь нужно было подготовить и блины, созвать людей, народ. Мы пригласили школы. То есть это действительно такая масштабная общая работа нашего дворца. Татьяна Костюхина праздник Масленицы любит не меньше Нового года или Дня рождения. Прежде всего из-за блинов. Их она печет вместе с мамой. Во время подготовки театрализованного представления узнала много нового. Очень много было забав, которые и сейчас проводят. Бег в мешках. Вот петухи, масленичная забава. Сейчас тоже многие играют. О том, что масленица – это не только блины, а еще старинные традиции, такие как тещина вечерки или заигрыши, знают немногие. Именно обычаям, сопровождающим Масленичную неделю, и была посвящена праздничная программа. Это веселый праздник, пускай языческий, но здесь у нас дети приобщаются к искусству. Здесь искусство костюма, искусство правильно говорить, знать прибаутки, частушки, знать народное творчество, фольклор. Понимаете, это уже традиция. А потом, по той же старой традиции, бегали в мешке, бились подушками на петушиных боях, катались на ватрушках. Победители получали подарок. И, конечно же, главный символ масленицы – блин. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.